Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим теоретические основы производства карамели. Основным процессом при производстве карамели считается формование. Несмотря на то, что при приготовлении карамельной массы она проходит термическую обработку и соответственно тепловые процессы также имеют место быть. Однако окончательная структура карамели получается в результате именно формования. Формование это деление пластичной или жидкой массы на порции определенного объема и придание каждой порции желаемой конфигурации формы в результате целенаправленного течения или деформации под действием внешней силы. Под термином конфигурация понимается определенное положение в пространстве частиц массы вещества. Карамельная масса в зависимости от температуры может быть вязкой жидкостью, пластичным и твердым веществом, телом. При температурах от 40 до 90 градусов Цельсия она является пластичным телом. При температуре ниже 35 градусов Цельсия твердым, хрупким аморфным телом подобным стеклу. Температуру перехода из пластичного состояния в твердое называют температурой стеклования. Под пластичным понимается такое тело, в котором сохраняются остаточные деформации, не сопровождающиеся разрушением, после прекращения действия внешних сил. При одной и той же температуре пластичность карамельной массы изменяется в зависимости от содержания в ней сухих веществ. С уменьшением содержания сухих веществ пластичность повышается. Получение из карамельной массы изделия основано на необратимых пластических деформациях. Деформацию, которая изменяет форму тела, будем называть деформацией форма изменения. Рассмотрим простые карамельные изделия. Карамельная масса вследствие ее высокой гигроскопичности может храниться только при очень низкой относительной влажности окружающего воздуха. Поэтому формовать изделие из карамельной массы необходимо сразу же после ее приготовления. При этом нужно поддерживать определенную относительную влажность как воздуха в помещении, где проводится формование, так и охлаждающего воздуха. Из прозрачной и пластичной карамельной массы получают леденцовую карамель, которую формуют путем пропускания полосы массы между двумя волками, на поверхности которых имеются ячейки. Конфигурация ячеек соответствует половине формы изделия. Изделия имеют вид мелких фигурок. Количество изделий в одном килограмме 500 штук. Лента-1 карамельной массы толщиной больше, чем зазор между волками. Подается со скоростью ВГ в зазор между волками 2 и 5. На поверхности каждого волка имеются разнообразные ячейки 3. Половина фигурок, груша, рыбка и тому подобное. При вращении волков ячейки одного волка сходится с ячейками другого. Масса вдавливается в ячейки и приобретает конфигурацию изделия. Подшипники верхнего волка могут быть опущены до почти полного соприкосновения волков. После волков выходит лента изделий с очень тонкими перемычками 4. Для фиксирования формы изделий лента охлаждается до температуры ниже температуры запердевания карамельной массы. Обычно карамель быстро охлаждают воздухом до температуры 35-40 градусов Цельсия. Во избежание прилипания карамельной массы волки смазывают воско жировой смесью. Для устранения нагревания волков их охлаждают либо водой изнутри, либо воздухом снаружи. Лента 1 соприкасается с вращающимся волком 2 в точке А. Радиус-вектор, проведенный с центра волка к точке А, образует с линии центров угол Фи нулевое. Окружная скорость В нулевое точки А может быть представлена двумя составляющими горизонтальной скоростью ВГ и вертикальной ВВ. В пределах поворота волка на угол Фи нулевое изменяются величины этих скоростей согласно равенствам. В точке А масса сдавливается с максимальной скоростью В нулевое, синус Фи нулевое. Пластические свойства одной и той же массы зависят от скорости деформирования. С повышением скорости деформирования пластичность уменьшается. На рисунке показаны критические скорости формования в зависимости от содержания сухих веществ в карамельной массе и температур формования. Если скорость деформирования меньше ВК1, то масса течет. При скорости деформирования выше ВК1 и меньше ВК2 срез имеет террасовое строение. То есть участки пластической деформации чередуются с участками хрупкого разрушения. Скорость выше ВК2 приводит к хрупкому разрушению. При второй критической скорости деформирования масса ведет себя как хрупкое тело. Вот почему В нулевое синус Фи нулевое меньше ВК1. Здесь Фи нулевое угол в начальный момент деформирования. Он может быть найден из условия представленного на картинке. Запишем формулы для вычисления угла Фи нулевое с учетом картинки, которая сейчас вместе с формулами демонстрируется на экране. Окончательно мы получим такое неравенство, какое вы видите на экране. Это неравенство позволяет определять угловую скорость омега волков в зависимости от их диаметра 2r большое, так как В нулевое равно омега Р. Подставив это выражение и решив его относительно омега, получим следующее выражение. Толщина дельта нулевое ленты для питания волков определится из условия неразрывности потока, то есть ДВ равно нулю. Если центральный угол альфа соответствует двум соседним формам расположенным по окружности, а шаг форма по образующей волка Б малая, то объем ленты будет 2 дельта АРБ. Он равен объему изделию с окантовкой, то есть так как записано в формуле на экране. Из этой формулы получается формула для расчета дельта нулевого. Отформованные изделия охлаждаются воздухом насетчатых и ленточных транспортерах до твердого состояния, то есть до температуры 35-40 градусов Цельсия. На экране представлена схема формования простых карамельных изделий на линии КФЗ. Пластичная карамельная масса 1 помещается на конические веретена 8. Веретена поворачиваются на несколько оборотов то в одном, то в другом направлении. При вращении они поворачивают массу и деформируют ее. Масса приобретает форму усеченного конуса. Из вершины конуса несколькими парами роликов 2 равномерно вытягивается жгут 3 круглого сечения. Он периодически поворачивающимися роликами 4 деформируется в полоску 5 прямоугольного сечения. Полоска движется периодически. При ее остановке нож 6 со скоростью большей второй критической скорости деформации карамельной массы отрезает изделие 7. Карамель завертывается и затем охлаждается на транспортере до полного застывания. Для поддержания нужной пластичности карамельной массы внутри корыта 9 имеется обогрев. Нож 6 рубит карамельный жгут на отдельное изделие со скоростью, при которой пластичность не успевает проявиться. При калибровке жгута скорости деформации не должны превышать определенного значения. При этом возникает вопрос, за сколько обжатий это можно сделать? Сколько пар роликов следует применить? Надо применить такое количество роликов, чтобы максимальная скорость формоизменения обжатия не превышала первой критической VK1. Рассмотрим схему обжатия жгута джитым роликом, приведенную на схеме, которую вы видите на экране. К житому ролику жгут подходит со скоростью VG-1. Точка А ролика имеет окружную скорость VGT. Если жгут относительно ролика не проскальзывает, то точка жгута приобретает такую же скорость. Ее можно представить состоящей из двух скоростей VGTV и VGTG. Скорость VGTV перпендикулярна жгуту и с этой скоростью происходит изменение сечения жгута. Эта скорость переменная. Ее значение определяется из выражения, представленного на экране. Из этого выражения можно найти синус VGTV и VGTV как арк синус. Угол VGTV зависит от изменения диаметра жгута от DGT-1 до DGTV и от радиуса ролика согласно равенству, представленному на экране. Принимая во внимание, что косинус VGT вычисляется по формуле, которую вы видите на экране, получим формулу для расчета RGT. Условия непрерывности потока вы видите на экране. Это условие позволяет установить параметры для всех роликов. И мы переходим к формованию сложных карамельных изделий, а именно карамели с начинкой. Сложные карамельные изделия состоят более чем на 50% из карамельной массы. Наружная оболочка карамели бывает из прозрачной нетянутой или непрозрачной тянутой карамельной массы. Карамельная масса применяется как окрашенная, так и неокрашенная и может иметь на поверхности полоски, образованные из окрашенной или тянутой неокрашенной массы. Белая полоска. Внутри карамельной оболочки может находиться любая кондитерская масса. Эту массу обычно называют начинкой. В зависимости от того, какая масса вводится внутрь карамели. Ее подразделяют на карамель с жидкими, густыми и другими начинками. Карамель, приготовленная из двух карамельных масс разной структуры, также является сложным изделием. Карамель с начинками внутри иногда покрывают шоколадом. В других случаях карамель с целью уменьшение гигроскопичности обсыпают или глянцуют. Карамель с жидкими фруктово-ягодными начинками получают на механизированных поточных линиях. Схема одной из таких линий представлена на экране. Тщательно оттемперированная и профильтрованная фруктовая начинка с долей сухих веществ в 80% и температурой на 10 градусов меньше температуры карамельной массы поступает в воронку 2. Начинка наполнителя 1. Карамельная масса в виде узкой ленты охлажденная до температуры пластического состояния 70-80 градусов Цельсия подается транспортером на веретена 15 под трубку 3. На вращающихся веретенах карамельная масса приобретает форму усеченного конуса 4, внутри которого находится трубка 3. Из трубки в карамельную массу начинка наполнителем выдавливается начинка. Узкий конец усеченного конуса с начинкой внутри вытягивается и одновременно калибруется несколькими парами роликов 5 в жгут определенного сечения. Жгут поступает в режущую или штампующую машину 6, которая разрезает жгут на отдельные изделия и придает им определенную форму, а иногда и выдавливает рисунок на поверхности. Карамель соединенная тонкими и пластичными перемычками в цепочку попадает на транспортер 14. Форма карамели закрепляется путем охлаждения воздухом поступающим по воздуховодам 7, 8 и 12. Очень важным моментом является равенство скоростей цепочки карамели и транспортера 14. Если полного согласования скоростей нет, то это приводит к искажению формы и размеров карамели. Передвигаясь на ленте транспортера 14, перемычки охлаждаются и становятся не только твердыми, но и хрупкими. В результате этого при изгибе цепочки во время ее схода с ленты на лоток 9 перемычки ломаются без деформации карамелек. Колеблющийся лоток 9 распределяет карамель по ширине верхнего сетчатого транспортера 10. На нем карамель продвигается влево, ссыпается по направляющей 13, на нижний также сетчатый транспортер 11. Во время перемещения сетчатыми транспортерами карамель обдувается воздухом с температурой на 2 градуса выше точки росы для цехового воздуха. При этом устраняется возможность появления росы на карамели после ее охлаждения и во время транспортировки к участку упаковки. Обычно температура отформованной карамели от 65 до 70 градусов Цельсия и ее охлаждают до температуры 35-40 градусов Цельсия. Время охлаждения составляет 4-5 минут. Расход воздуха от 4 до 9 тысяч кубометров в час. Хотя изучаемая схема весьма близка к рассмотренной ранее в этом видео для карамели без начинки. В схеме формования карамели с начинкой есть существенные отличия. Они обусловлены различной структурой жгута. Если жгут с начинкой разрезать подобно тому, как мы разрезаем жгут без начинки, то жидкая начинка выльется из пластичной карамельной трубки и карамель с начинкой не получится. Жгут с начинкой внутри необходимо резать со скоростью меньше первой критической. Только при пластических деформациях без скалывания можно получить смятый разрез и сжатый шов на торце. Чем плотный шов начинка не выльется, скорость В2 врезание ножей зависит от их линейной скорости В и согласно рисунку определиться по формуле. Угол альфа для цепной режущей или штампующей машины определяется диаметром D малая жгута и рабочим участком цепи L малая, то есть длиной направляющих полосков. Таким образом можно записать окончательное выражение для В2. Из анализа этого выражения следует, что при увеличении линейной скорости ножей необходимо удлинять направляющие, то есть удлинять всю машину, чтобы удовлетворить следующему условию. Длина направляющих, при которой отсутствует скалывание жгута рассчитывается по формуле на экране. В данной машине горизонтальная скорость изделия постоянно и рассчитывается по формуле В1 равно В косинус альфа. Кроме цепных применяются и ротационные машины. В этих машинах чем на большем угле поворота ротора происходит формование, тем лучше, так как скорость формования при этом меньшая. Так, на рисунке показано формование карамели на ротационной режущей машине с откидными ножами. Карамельный жгут после роликов 3 по направляющей 4 поступает на барабан 1, вращающийся с постоянной скоростью в направлении указанном стрелкой. Кроме неподвижно закрепленных ножей 2, барабан имеет еще и шарнирно закрепленные ножи 5. Они вращаются на осях 10 в приливе 13 барабана. При вращении барабана шарнирные ножи направляющей 6 приближаются к ножам 2 и разрезают жгут на отдельные изделия. Направляющую 6 поддерживают стержни 8, опирающиеся на пружины 7. Положение направляющей 6 регулируется винтом 9. Неподвижная направляющая 11 отводит от барабана шарнирные ножи после того, как они отрежут изделие. Далее карамель поступает на транспортер 12. При резке нож врезается в жгут на глубину d малое пополам со скоростью v2 за время d малое деленное на 2 v2. За это время барабан со скоростью омега поворачивается на угол альфа. Следовательно, v2 равно омега d деленное на 2 альфа. При формовании карамели с жидкими начинками по-прежнему v2 меньше vk1. Скорость же движения жгута равна линейной скорости ножей на барабане. Температура формования от 70 до 80 градусов Цельсия, так как при этой температуре масса пластична и легко воспринимает необходимую форму. После формования карамель необходимо быстро охладить до температуры 30-35 градусов Цельсия. С ухудшением условий охлаждения карамели цель сообразно уменьшать температуру начинки по отношению к карамельной массе. Формование карамели с густыми пластичными начинками ореховыми, шоколадно-ореховыми, прохладительными имеет свои особенности. Карамель с густыми начинками долгое время готовили вручную. Это объяснялось тем, что не было начинка наполнителя, который мог бы подавать в карамельную массу густую, начинку. Так было, пока не был разработан мембранный начинка наполнитель, предназначенный для подачи в карамельную массу шоколадно-ореховых, сахаромасляных, помадных и других начинок. Схема начинка наполнителя представлена на экране. При движении плунжера 2 влево резиновая мембрана 3 выгибается в заполненное маслом пространство 1. Одновременно увеличивается объем пространства 5 и в нем создается разрежение. Тогда шариковый клапан 6 под давлением смещается влево и начинка из воронки 7 поступает в пространство 5. Во время перемещения плунжера 2 вправо мембрана выпучиваясь в пространство 5 выдавливает из него начинку через клапан 4 в карамельный батон. При ручном способе приготовления карамели с густыми начинками на обогреваемый стол укладывают кусок карамельной массы и придают ему форму пласта толщиной в середине около 30 миллиметров. Затем на пласт кладут нужную порцию теплой густой пластичной начинки. Края карамельного пласта поднимают и соединяют в виде пирога с начинкой внутри. При этом внутри пирога не должно быть воздуха, шов обоминают. Желательно иметь шов такой же толщины как и оболочка. Затем пирог обкатывают вручную на столе и помещают в обкаточную машину, в которой пирог приобретает форму усеченного конуса. Дальнейшее формование осуществляется также как и карамели с жидкими начинками. Если отсутствует достаточный производственный опыт, то оболочка пирога делается в два приема. В этом случае карамельную массу делят на две неравные части. Одна часть примерно в полтора раза больше другой. Обе части раскатывают в пласты на столе с обогревом. Затем на большей по массе пласт кладут начинку. Делают пирог, заделывают шов, обкатывают его на столе и кладут швом на середину следующего карамельного пласта, которым обертывают пирог так, чтобы его края не только соприкасались, а не накладывались. Температура массы для наружной оболочки пирога на 2-3 градуса Цельсия ниже массы для внутренней оболочки. Температура начинки должна быть на 3-5 градуса Цельсия ниже, чем оболочки. Дальнейшее формование ничем не отличается от формования карамели из пирога с одной оболочкой. Ещё большую сложность представляет ручное формование карамели с переслойной орехово-шоколадной и прохладительной начинками. Карамельная масса разделяется, как и в предыдущем случае на две неравные части. Меньшую часть раскатывают в пласт. На него выливают начинку и готовят пирог. Затем пирог помещают в обкаточную машину, где ему придается форма усеченного конуса. Из вершины конуса роликами вытягивается жгут с начинкой внутри. При помощи вращающейся чаши жгут свертывается в кольца. Когда накопится нужное число колец, витков, чашу останавливают и обрывают жгут. Кольца складывают обычно в четверо, помещают в следующий пласт карамельной массы и снова готовят пирог, который также укладывают в обкаточную машину. Из этого пирога формуют карамель так же, как и в случае получения карамели с жидкими начинками. Во всех случаях форма закрепляется охлаждением изделий. Отформованные изделия имеют температуру 65-70 градусов Цельсия. Их охлаждают до температуры 35 градусов Цельсия. Эффективность охлаждения возрастает с понижением температуры охлаждающего воздуха. Однако, чрезмерно низкая температура охлаждающего воздуха может оказаться не только не экономичной, но и вредной. Вследствие низкой теплопроводности карамельной массы возникает большой температурный градиент. Наружный слой стремится сжаться из-за понижения температуры, а внутренняя часть еще теплая. Это приводит к растрескиванию карамели. Иногда при интенсификации охлаждения получают температуру на поверхности карамельки 30 градусов Цельсия и даже ниже, хотя внутри она значительно выше. Такая карамелька по выходе из охлаждающего устройства нагревается за счет внутреннего тепла и это может привести к ее деформации. Таким образом, температуру воздуха следует выбирать исходя из процесса отдачи тепла. Охлаждение карамели воздухом представляет собой нестационарный процесс, хотя сами устройства являются непрерывными и поточными. Нестационарность процесса обусловлена меняющейся температурой изделия до полного ее выравнивания с температурой охлаждающего воздуха, то есть до достижения температурного равновесия. Изменение температуры карамели и количество отданного тепла в зависимости от времени даже при всех упрощающих допущениях не поддается аналитическому решению. Обычно время охлаждения определяется опытным путем. Для ориентировочных инженерных расчетов можно воспользоваться графоаналитическим методом, приняв изделие за однородный шар эквивалентного диаметра D0. При этом число переменных, от которых зависит меняющийся в пространстве и времени температура шара, может быть сокращено объединением их в безразмерные комплексы и симплексы подобия. Постоянство отношения внутреннего термического сопротивления теплопроводности D эквивалентное деленное на лямбда к внешнему термическому сопротивлению теплоотдачи единица деленная на альфа характеризуется критерием био. Необходимым условием подобие не установившихся процессов теплообмена является равенство критериев Фурье в сходственных точках тепловых потоков. Геометрическое подобие характеризуется симплексом. Температуру любой точки шара представляют безразмерной величиной тета. Безразмерный коэффициент является функцией критериев био, Фурье и симплекса. Этими же критериями подобия определяется количество тепла кубольшое, отнятое от шара за время Тау и отнесенное к количеству тепла тета бесконечность при установившемся тепловом равновесии. Таким образом можем записать отношение кубольшое к кубесконечность как функция 1 от критериев био, Фурье и симплекса. Обычный расчет проводится по графикам, которые я буду далее демонстрировать на экране. Расчет по графикам производится следующим образом. По известным значениям лямбда, С и ро для карамельной массы находят величину коэффициента температура проводности А равная лямбда деленная на С ро и вычисляют значение критерия био, принимая за определяющий размер радиус шара половину D эквивалентного. При этом приходится задаваться коэффициентом теплоотдачи альфа, принимая какое-то ориентировочное значение температуры поверхности шара, а затем проверять его, используя метод последовательного приближения. Как вам известно из курса теплотехники, методом последовательного приближения мы можем находить альфа коэффициент теплоотдачи. Однако таких последовательных приближений нужно делать 4, 5, 6 проходов. Из точки на оси абсцисс, которая соответствует вычисленному значению критерию био, восстанавливают перфендикуляр до пересечения с ординатой, соответствующей вычисленному отношению q к q бесконечности по формуле, которая демонстрировалась ранее. По точке пересечения методом интерполирования находят величину критерия Фурье. Из другой формулы, которую сейчас демонстрирую на экране, определяют искомое время охлаждения до температуры t. Так как мы задавались температурой поверхности шара для коэффициента теплоотдачи, то необходимо проверить, какая температура поверхности шара получается. Для этого по известному критерию Фурье восстанавливаем на рисунке перпендикуляр до пересечения с подсчитанным значением критерия био. Ординате точки пересечения соответствует единицы минус ТТП, а следовательно и ТТП. По этому коэффициенту находим из формулы, которую вы видите на экране, температуру поверхности. Затем сопоставляем ее с ранее принятым значением и методом последовательного приближения находим истинное значение. После этого необходимо проверить, какова температура внутри шара. Она определяется по графику, которую вы видите на экране. По известным критериям Фурье и био аналогично определению температуры поверхности шара. Зная температуру внутри шара и на поверхности, можно судить об общем запасе тепла и о возможном повышении температуры на поверхности изделия. Охлажденная карамель может поступать на завертку, фасовку, упаковку. Карамель округлой формы, выпускаемая не завернутой, подвергается дополнительной обработке, заключающейся в нанесении на поверхность защитного слоя. Он предохраняет изделие от влаги воздуха и придаёт ему привлекательный внешний вид. Одним из таких способов является дрожжевание. В этом видео мы рассмотрели теоретические основы производства карамели. Благодарю вас за внимание. В одном из следующих видео мы с вами рассмотрим машинно-аппаратурные схемы производства карамели, а также процессы, которые протекают при производстве карамели. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления и вы получите уведомления как только видео появится на канале. Для этого включите в колокольчике все уведомления, поставьте лайк, напишите комментарий к видео, если вам что-то непонятно, есть вопросы, замечания. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.